Единый государственный экзамен в этом году в России проходит с 31 мая по 2 июля. За проведением госэкзамена в школах за Уралия будут следить более 800 IP-камер Ростелекома. Камеры с хорошим качеством, с хорошим разрешением. Передается информация в режиме онлайн, включается уже в зависимости от проведения экзаменов. И вся информация уходит на центр обработки данных в ЦОДах, где эта информация хранится в течение необходимого времени. Для заказчика, которым является Министерство образования, эта информация доступна как раз для того, чтобы можно было подтвердить либо опровергнуть факт достоверности или честности написания экзамена. ЕГЭ будут сдавать более 3011 классников за Уралия. 437 будут сдавать ГВЭ-11. Это те выпускники, которые не планируют поступать в ВУЗы. В день проведения экзамена по русскому языку мы поинтересовались у выпускников города Шадринска, так ли это страшно сдавать ЕГЭ и как ребята справлялись с волнением. У меня очень хорошее впечатление, потому что, как оказывается, у меня практически весь тест правильный. Мне показались очень легкими тестовая часть. Мы решали в школе достаточно сложные, сложнее, чем попались на экзамене. Поэтому для меня показалось, что на экзамене все достаточно легко и просто, чему я очень рада. Мы готовились в школе с учителем, а у нас были реликтивные курсы на уроках самостоятельно дома и писали пробники в школе также. Это тоже можно считать подготовкой. Тест был легкий, я был уверен, что правильного напишу. Сочинение было сложное, я не знал, как написать. Главное, чтобы критикам понравилось, потому что если им не понравится, то экзамен ты не сдал. Оно как бы не ощущается, это давление с камер. Просто сидишь, как пишешь, как контрольную работу, с той лишь агентой, что в паре нет никого, кто тебе может подсказать. Ни учебников, ни тетради, ни сумок. Просто сидишь и пишешь контрольную работу в неизвестной тебе обстановке. Но ты быстро адаптируешься, я не знаю, у кого как по-разному бывает. Если кто читал книгу Дракула, то такое ощущение, будто зашел к нему в замок, и там везде эти ловушки. И даже никуда выйти невозможно. Ты переживал? Ну да, немного. Как написал? Думаю, отлично, потому что тестовая часть сдавать мне легко, а сочинение, ну, думаю, тоже нормально. Системой видеонаблюдения оснащены 405 аудиторий в 40 школах региона и одном региональном центре обработки информации. Установленная система видеонаблюдения обеспечивает каждому выпускнику равные условия для объективной оценки знаний. Камеры расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Камеры устанавливаются так, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов. В тайне остаются и персональные данные учеников единого государственного экзамена. В дни проведения госэкзамена специалисты Ростелекома будут следить за работой системы видеонаблюдения, ввести техническую поддержку портала онлайн-трансляции и его защиту от ДДО САТАК. Также будет организовано дежурство технического персонала.